Так, здрасте, это наша вторая беседа с Виктором Григорьевичем Катющиком. Вот послушаем мнение, как это альтернативного ученого, ученого, который не в рамках вот этой вот официальной науки мыслит. Правильно я понимаю, да? Здравствуйте. Ну, я мыслил в рамках научного метода. Да, и считаю, что как бы мои взгляды, они соответствуют официальной науке, той науке, которая должна быть. А вот все отклонения от логики, от научного метода, это, так сказать, временные трудности, временные отклонения, которые нашу науку преследуют. У нас произошло... Простите, временное. А как давно они случились, отклонения? Как отклонения? Когда еще наука шла по правильному руслу? До какого примерно периода? Ну, 19 века она шла по правильному руслу. А со времен, когда силовыми методами внедрили теорию относительности, вот тогда пришлось маленько над наукой подозреваться. Вот с этого момента, да? Да. И причем по всем странам это по-разному осуществлялось. У нас же образовательный контент по физике в разных учебниках, в разных странах изложен по-разному. Например, тоже преподавание формулы тяготения в финских учебниках идет со знаком минус. Он стоит непосредственно перед формулой. Это... Ну да, там потому что, видимо, речь идет о векторе, да? Нет, там в невекторном виде это идет. Там просто показана формула тяготения сразу с минусом. Там с минусом очень интересная ситуация с этой формулой. То есть у вас как бы отталкивание. Сейчас, и еще один вопрос. А вот уравнение Максвелла, это еще было правильно или уже неправильно? Я разбор по этому не давал. И попрошу туда пока меня не... Ну вот как раз теория относительности, вот эта специальная теория относительности, она появилась в тот момент, когда потребовалось, привести в соответствие с жизнью вот эти вот уравнения Максвелла. И вот тут и потребовалось то, что в разных системах отсчета скорость мельтромагнитных колебаний одна и та же. И так вот дальше и пошло. Оказалось, что этим преобразованием удовлетворяет только одно из разновидностей преобразования Лоренца. Ну вот и пошло-пошло-поехало. Ну вот преобразование Лоренца – это полное нарушение логики. Это просто подтасовка, ничего более. Ага, понятно, понятно. Ну это в принципе... По этому материалу много статей написано. Значит, в разных системах скорость света разная, да? Со скоростью света у нас ситуация такая. Единственное, возможный теоретический, возможный вариант, что у нас скорость света постоянно только в одной системе отчета. Это система отчета, связанная со средним вектором перемещения масс. Что имеется в виду? Средний вектор перемещения масс. Вообще всех масс во Вселенной, да? Да. Ну, что имеется в виду? Вот если мы из какой-то точки во Вселенной начнем отчеркивать разные стороны лучом все направления, да? Мы создадим такую фигуру объемную типа сферы, которая будет состоять из разряженных тел, ну, разнесенных в пространстве тел. И у этого совокупного объекта будет некая средняя скорость. Практически он будет покоиться, да? В относительно какой-то системе. Так вот, относительно этой системы отчета... Система центра массы Вселенной, да? Так я понял. Это будет... С центра массы Вселенной будут какие-то небольшие отклонения у этой системы, потому что у нас все равно в рамках системы, в рамках Вселенной движение есть и на уровне галактик, и на уровне скопления галактик. Ну, отдельно это движется, а центр массы-то неподвижен? Ну, все равно строго говорить мы не можем за всю Вселенную. У нас какая-то часть выделенная область Вселенной все равно будет иметь какое-то небольшое смещение... Ну, в какой же системе-то скорость света постоянно-то? В какой же именно-то? Средний вектор перемещения масс. Ну, приближенно берем... Что за фраза средний вектор перемещения масс? Перемещение за какое время? Ну, это уже деталь, это можно уточнить, можно просто взять и написать. Нет, ну, вы сказали перемещение. У этих масс есть у каждой своя скорость. И вот средний вектор перемещения масс. А они как масса килограмм и масса 2 килограмма. Это вот только берем перемещение и все. На массу не умножаем? Вот умножаем. И вот представьте бильярдный стол, вы разбили шары. И вот в каждую секунду есть какой-то средний вектор перемещения масс. Правильно? Что такое средний вектор перемещения масс? Я не понял этого. Ну, вот у вас одна масса, допустим, просто давайте... Масса шара. Так, масса шара. Масса всех планет, масса всех объектов. Нет, нет, нет. Вот масса одного шара. Хорошо. Вектор перемещения этого шара, это что значит? Ну, есть скорость какая-то. Понятно. Она, кстати, перемещается, она, кстати, меняется во времени. За какое время перемещение? Вот, вы сказали, средний вектор перемещения масс. Значит, перемещение за какое время? Смысл в чем? У вас все объекты. Вот, допустим, два шарика возьмем по одному килограмму. Направим их в разные стороны, с одной скоростью, из одной точки. И вот центр масс и будет находиться в покое. Так, центр масс, да. Вы сказали про средний вектор перемещения. Что такое вектор перемещения? Он как раз относится... Он может находиться в покое, а может двигаться. Правильно? Вот об этом... Нет, вот что... Средний вектор перемещения за какое время? Вы сказали, не средняя скорость, не средний... Не центр массы. Вы сказали, средний вектор перемещения масс. Всех масс во Вселенной. Не за какое-то время, а в настоящий момент. Вот у нас скорость движения совокупная для всех объектов, она для какого-то момента, она константа в данный момент времени. В следующий момент она будет изменена, но она тоже будет иметь константу. Я имел в виду... Не посажите, сейчас, сейчас. В какой-то момент времени скорость постоянно, да? Вот у любого объекта моментальная скорость, она постоянно... Это инженерный такой момент, вы можете... Не, ну вообще говоря, моментальная скорость-то... Что значит постоянно? Если тело движется с ускорением, у него в этот момент есть ускорение тоже. Ускорение есть, но когда вы фиксируете скорость, она конкретна в данный момент, это константа. Хорошо. Но перемещение, когда говорим про перемещение, надо же ускорение учитывать. Оно учитывается в общей намеке. Но когда вы берете моментальную скорость, она потому и имеет название моментально. Так, я поэтому вас и спросил про время. Вы сказали, средний вектор перемещения. Перемещение – это метры. Скорость – это метр в секунду. На какие секунды вы умножаете эту скорость, чтобы получить перемещение? И вот это объясните мне, я пойдем дальше. Мы просто берем центр масс, там, где он будет, связываемся с этим центром масс. Вот и все. Вы берете центр масс чего? Вселенной? Выделенные части расчетные. Выделенные части Вселенной. Взяли центр масс. Так, и центр масс вы все-таки взяли. Не средний вектор перемещения масс. Вы взяли центр масс. И дальше что с этим центром масс делаем? По сути, одно и то же. Потому что у вас есть совокупность объектов, которые как-то движутся и куда-то совокупно движутся. У них есть общий вектор движения. Он связан с… Скорость, вектор движения – это скорость? Вам что непонятное, понять не могу. Нет, вектор движения – это скорость. Я вам написали, как вам объяснил. Давайте на трех объясню, на четырех, на пяти дойдем. Нет, вектор движения – это скорость. Мы прошем, размерность, я понял. Это перемещение. То есть это метры, да? Это перемещение… За какое время? За какое время? Перемещение в системе отчета. За какое время? За какое время перемещение? Давайте для вас просто возьмем центр масс, вам так лезче будет. Нет, ну вот, я не понял. Ну хорошо, центр масс, перемещение, за какое время? Вы хотите просто заболтать тему… Я не хочу заболтать тему, вы говорите про перемещение. Перемещение. Среднее перемещение. За какое время перемещение? Он говорит, вы хотите заболтать. Я не уточнял время перемещения. Уточните, пожалуйста, время перемещения. За какое время перемещения это центр массы перемещения? Я уточню время перемещения, мы с этим займемся. А сейчас не заболтать. Там же скорости есть. Я не понял, а чем заняться-то? Вы уже вопрос-то решили с перемещением. А тут надо, оказывается... Вы тралите или специально исполняете дисциплины? Я не травлю, просто я хочу понять. Размерность перемещения какая? Метры или что? Или метров в секунду? Как угодно. Давайте метры для вас сделаем, чтобы вам было проще. Когда тела движутся с некими скоростями, причем с переменными. Это мгновенная скорость у них какая-то. Система отчета. Если у вас система отчета уже связана с центром масс, у вас в рамках этой системы ничего не движется. Вам просто по-русски сказали, что вам надо взять систему отчета, связанную с центром масс. Вот вы взяли два шара, они поехали в разные стороны. Так разве относительно их центра масс они не движутся? Они же движутся, они от него удаляются. Нас не интересует в данном случае движение шаров. Нам интересует средний вектор для них. А у нас поскольку... Средний вектор чего? Скорости перемещения? Перемещение центра масс. У нас покоится относительно нас. Это все-таки перемещение центра масс, а не средний вектор перемещения масс. Вот это одно и то же. Средний вектор перемещения масс. Хорошо, продолжайте тогда. Продолжайте. Вы чем занимались последние несколько минут? Мы как-то удовлетворяли какие? Ваше любопытство или что? Не, ну надо к физике пройти, перемещение. Вы говорите про скорость, то про метры, то про скорость, которая мгновенная какая-то. Давайте я не буду тогда говорить там где-то термины, чтобы вас не отвлекать. Так не знаю, вы меня не отвлекаете. Без терминов нам трудно. Давайте продолжим дальше. Так вот, есть средний вектор перемещения масс во Вселенной. Вот этого я не понимаю. За какое время перемещение? Есть средний вектор перемещения масс, который вы не понимаете. За какое время? Я не знаю. За какое время средний вектор перемещения? Ладно, давайте для вас центр масс обозначим. Сразу привяжем эту систему. Про координаты центра масс, да? Мы привязали систему уже к центру масс Вселенной. Относительно успокоящего центра масс. Система отчета связана с центром масс. Вот относительно этого показателя, этой точки отчета, этой системы отчета, у нас скорость света постоянна. В других системах отчета скорость не может быть постоянна. Она другая, да? Чем это диктуется? Вот у нас есть совокупность всех, всей вещественной материи во Вселенной, частиц. Все частицы находятся в обращении друг от друга. В обращении? Не понял. В обращении? У нас частицы колеблются, совершают планетарное движение в рамках планетарной системы. Все частицы? Да. А вот, так сказать, протон прилетает... Сейчас, секундочку. Тот протон, который в космических лучах прилетает к Земле, он колеблется, что ли, вокруг чего-то? Конечно. А вокруг чего колеблется? Вокруг... Вот планетарная система, представляете, диполь, представляете? Вот любая частица... Диполь. Вот это и есть диполь. В упрощенном понимании. Диполь. Вот протон, это диполь? Любая частица диполь. Протон тоже диполь, да? Тоже диполь. Внутреннее остальное... А у него есть плюс и минус у протона? Я вот не понимаю немножко. Ну, давайте сразу не обо всем я пока... Не, ну, все-таки про протон... Простите, пожалуйста. Простите, я должен понять просто, протон – это диполь. Значит, у него есть положительный и есть отрицательный заряд у протона, да? Вы сейчас говорите про электрические заряды? Целый протон нейтрален или он все-таки электрически заряжен? Вы говорите про электрические заряды? Да, про протон я говорю, да. Вот вы говорите про электрические заряды. Да, а вы про какие? Диполь, понятие более широкое, оно может, например, про гравитационные заряды иметь место. То есть есть гравитационные отрицательные заряды, да, гравитационные? Нет, 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 нет. Нет, я вам объясняю схему, что любая частица – это планетарное движение. Иное теоретически невозможно. Никаких скорлупок у частиц нет. Хорошо, а вот вокруг чего вот этот протон движется, который прилетел из космоса? Планетарное движение – это вокруг чего там? Давайте по порядку. Да вот мы по порядку начинаем с протона, который прилетел из космоса. Я закончу мысль, а потом вы будете ее постигать. Ну, я просто, что кончать, если мы не можем ее никак начать? Планетарная модель протона. Какая планетарная модель протона? У любой, вот любая частица какая есть. Протон мы взяли, протон. Хоть протон, хоть не протон. Давайте протон, да, протон. Я говорю фундаментально. Любая частица, она состоит из составных частей. Сейчас, протон из чего состоит? Из кварков трех, нет? Я не вдаюсь в эти подробности. Я вам объясняю принцип. Вас интересует протон. Из каких частей состоит, пока неизвестно, да? Вы занимаетесь вводом детали в сторону. Я не детали в сторону. Я хочу просто понять, есть ли протоны – это диполь, который движется вокруг чего-то. На самом деле он не вокруг чего-то не движется, да? Диполь не движется вокруг чего-то. Так, хорошо. Диполь обращается вокруг своего центра. Отыграли назад. Так, дальше. Кто отыграл? Это вы где-то чем-то занимаетесь и пытаетесь что-то наковыряться. Да я просто хочу понять. Давайте заканчивать мысль, переходить на второй вопрос. У вас есть там по протону? Поставили галочку. Отыграли назад. А какой галочку вы протон поставили? Это вы можете что-то там путать, а я никуда не отыгрываю. Я говорю конкретно. Я сейчас сказал. А что сказали-то? Повторите еще раз. Я сказал вам то, что вы меня перебили в том моменте. Повторите еще раз. Я продолжу свою мысль сначала. Давайте сначала. Все частицы, какие бы они там ни были, все атомы – это планетарная система. Иное строение невозможно. Все частицы, какие бы они ни были, это планетарные системы. Вот, например, атом водорода. Вот была такая планетарная модель атома Резефорда и планетарная модель атома Бора. Но она была плоха тем, что в ней ускоренно двигался электрон. А электрон, ускоренно двигаясь, он должен излучать электромагнитные волны и терять свою энергию. И достаточно быстро ее потерять и упасть на атомное ядро. А он не падает. То есть тут как-то вот планетарная модель, она в явном противоречии с фактами находилась. Есть ли про планетарную модель атома водорода? Вот про планетарную модель протона я не слышал просто. Я поэтому и хотел его от вас узнать. Про планетарную модель атома водорода мы в школе еще проходили. У вас есть соображения насчет, что что-то у вас не сходится. А я вам говорю, что несмотря на те ваши соображения, они так как-то движутся и не излучают. То есть электрон, который движется в атоме водорода вокруг ядра, он не излучает? Как и положено, да? Вы можете мне дать досказание? Нет, я просто хочу понять, он излучает или не излучает? То есть если он не излучает, значит и теория Максвелла неправильная. Потому что из уравнения Максвелла следует, что если заряд движется ускоренно, а заряд, вращающийся по орбите, движется ускоренно, он должен излучать электромагнитные волны, терять энергию. Если он не излучает, значит, тогда и уравнения Максвелла неверны? Вы можете делать какие угодно выводы. Понятно. То есть для вас физика – это посторонняя вещь. Продолжайте, пожалуйста. Вы сейчас сказали, что для меня физика – это посторонняя вещь. Ну да, потому что эти аргументы физические, они вас не интересуют. Что там с электроном? Он планетарный и все. Ну ладно, значит, уравнение Максвелла уже неправильное. То есть физика развивалась правильным путем только до уравнения Максвелла. Максвелл уже все исказил. Ясно. Понимаете, в чем дела? Я показал на конкретных фактах, что неправильно, где неправильно, как неправильно. Я это писал научным языком, опубликовал в рецензируемом журнале. А в каком, если не секрет? В каком журнале? Мы же в прошлый раз сказали, что читали мою статью. Я читал при вашем контакте. Ну вот там написано, и вверху написано в Вену. Была какая-то статейка там, непонятно. Да, понятно. Вчера была хорошая статья, а сегодня плохая. Понятно. Нет, нет, нет. Я читал ее, какую-то статейку там, но не понял, в каком журнале она была. Да, ясно. Так, вы пытаетесь просто заболтать все и увести в сторону. Да не пытаюсь я заболтать, я пытаюсь выяснить детальки. Продолжайте, пожалуйста, про планетарные модели. Мы детальки будем в рамках отдельной темы, предлагаю такой регламент. Какой темы? Про планетарные модели протона? Вот, я продолжаю мысль. Я пытаюсь объяснить про постоянство скорости света. Если вы, пока я объясняю постоянство скорости света, в какой системе, будете 148 вопросов задавать, перебивать и так далее, я никогда не смогу рассказать. А это было бы, наверное, интересно и вашим подписчикам, и моим. Ну, слушаем мы вас, чем же постоянство? Тогда, пожалуйста, выдохните насчет резервфорда и так далее. Ну, там, понимаете, очень важный был вопрос, постоянство скорости света. У вас мысли очень важны в голове. Мы ценим важность ваших важных мыслей. Давайте я закончу ту мысль, она тоже, может, немножко важна. Продолжайте, продолжайте, продолжайте. Так вот, все частицы, какие бы они ни были, они имеют планетарное строение. Внутреннее планетарное строение. По-другому не важно. Если это существенно для вашего доказательства, то не совсем понятно, как они, что вокруг чего внутри протона движется, планетарное строение. Со временем развития науки постепенно, да. У вас тоже кошки, у меня тоже. Да. И у вас коты, и у меня коты. Ага. Вот кот Ландау пришел, загородил камеру одну. Кот Ландау, куда ты лезешь? Со временем наука узнает подробно, из чего состоит эта планетарная система. А, ну, то есть пока еще неизвестно. Это будет развитие туда. Но то, что планетарная система, это однозначно. Потому что без внутреннего равновесия, существования, никакой частицы невозможно. Все частицы возможны только на силовом равновесии по отношению к другу. То есть, как говорил Ленин, электрон не исчерпаем. То есть, электрон, у него планетарное строение. У того, из чего он состоит планетарное строение. У того, из чего состоят те частицы планетарных строения. Понял. Вот. И в рамках модели мы можем это все себе представить как диполит. Поскольку любое планетарное строение, оно представляет из себя что? Внутренние связи более сильные, внешняя связь слабая. На нее уходит остаток. Так это у вас, наверное? Нет. Это не у меня. Вот. И в этом смысле у нас любая материя вещественная представляет собой такую совокупность диполии. Которые имеют остаточные поля свои и... Это не у меня. Это не у меня. Это не у меня. Что произошло? Вы выключили камеру, а так все нормально. Сейчас попробую вернуться. Да. Верни меня, пожалуйста. Диполь какой-то пролетел там, ненужный. В ненужный момент пролетел диполь. Из космоса. Я должен заработать? Да, я вас вижу теперь. Спасибо. Кто-то вам звонит, наверное, там. Что происходит? Кто-то с таким хорошим человеком собрался поговорить. Человек какой-нибудь хоть и хороший, но вреднючий еще тот. Вредина. Да, наверное, это вам, кажется, вы на себя наговариваете. Да, я добрый и пушистый. Ну, на самом деле, видите, я вредина. Все, прицепился там, что вокруг чего крутится? Диполь. Объяснили тебе. Ну, а я все никак не нравится. И силы это там гравитационные диполи и так далее. Ну да, ну да. Процессы осмысления не разные бывают. Так, что бы просто тогда... Это не суть. Не суть. Вам не прыгать с вопросом на вопрос. И вот есть у нас любая вещественная материя представляет из себя совокупность диполей. В общем, понимаем. Эти диполи... В вашем понимании, так. В общем понимании. В общем, в общенаучном понимании. Серьезно? Сама материя вещественная представляет из себя совокупность диполей. И это вам должны были преподавать в рамках физики. И нейтрино-диполь? Про нейтрино мы отдельно поговорим. То есть его вы из состава всей материи исключаете? Я сейчас разговариваю не про нейтрино, дайте мне договорить. Вещественная материя, он вроде вещественный. И это происходит такое обращение. Это обращение не может быть рассогласован. Но обращение силовых единиц в рамках вещественной материи, оно не может быть рассогласован. Иначе на это будет тратиться энергия постоянно. Так вот эти все гиполи, объединяющие вещественную материю, они находятся в согласованном движении, в согласованном обращении. Это создает, в свою очередь, перемещение такое мелкочастотное базового поля совокупного, которое мы видим в своих проявлениях. Сейчас я спрошу, что такое базовое поле. Это что, электрическое поле? Базовое гравитационное поле. В бытующей науке бытует такое заблуждение, что базовое гравитационное поле либо отсутствует, потому что они рассматривают просто взаимодействие земля-яблоко или земля-солнце, и упускают из обращения весь комплекс взаимодействия. Но в то же время, когда яблоко падает на Землю, оно находится не только в тяготении Земли, но и в тяготении Солнца. Это поля конкретно. И остальные поля других систем, они тоже распространяются на это. Это совокупное гравитационное поле. Вот поскольку для вас это новость такая. Не, но это еще было до Максвилла, до 19 века. Это еще 18 век. Там так считалось, что яблоко очень близко к Земле находится, поэтому ускорение свободного падения яблока на Землю гораздо больше, чем ускорение свободного падения яблока на Солнце или даже на Луну. Поэтому яблоко на Землю и падает. Солнце, конечно, влияет на него, но очень слабо. Говорит, расстояние большое. Потому что вот этот закон всемирного тяготения Ньютона, который, я так полагаю, вы не оспариваете, потому что он до 19 века появился. Значит, там произведение масс делить на квадрат расстояния между ними. Там такая вещь-то. Ну, с Ньютоном проблемы. Там не верна версия Ньютона по тяготению, а верна версия Ломоносова. Так, и какая же версия Ломоносова была, чтобы я знал? Ломоносов отрицал версию Ньютона. Есть письмо Эллеру, где он это высмеивает, эту ньютоноскую версию. И говорит, что верна версия приталкивания. Приталкивания. Это когда все... Ну, тяготение происходит от толчка. Толкание. Толчок. Это когда все тела во Вселенной друг от друга отталкиваются. Происходит такое распределение масс во Вселенной. И происходит частное совокупное приталкивание. А можно спросить. Значит, яблоко с Земля отталкивает, получается? Да. А кто его к Земле приталкивает? Давление от комплекса удаленных объектов. А вот комплекс удаленных объектов. Вот, например, Солнце. Оно очень близкое и очень массивное. То есть оно сильнее действует, чем яблоко. Чем земля на яблоко, да? Понимаете, в чем дело? Вы сейчас находитесь в состоянии... Нет, нет, я хочу просто понять. Значит, Солнце отталкивает Землю, да? Вы находитесь в состоянии лютого удивления. Для того, чтобы у вас... Нет, просто мне ответьте. Солнце отталкивает Землю, чтобы я понял. Дошло. Чтобы вы поняли, есть только один способ. Это взять, привести все теленские тела к откалиброванной взвеси. То есть перейти в математическую модель, где все тела представляют из себя калиброванную взвесь одной массы. Так, я понял все. Вот смотрите, все-таки сила отталкивания между Землей и Солнцем, она, как бы ее можно было бы сформулировать, пропорционально произведению массы обратно, пропорционально расстоянию или нет? Вот именно этому посвящена моя работа научная. Я подробно все описал. Ну вот как формулку не можете изложить? Вот формулка такая, что в результате все все равно приходит к нашей общей известной ньютоновской форме. А все-таки сила отталкивания между Землей и Солнцем как-то можно посчитать? Отдельно частную, их две силы. Одна отталкивает Землю от Солнца, а вторая приталкивает Землю к Солнцу. Ну вот та сила что? А какая сила отталкивает-то? Отталкивание какова? От внешнего контура, от комплекса удаленных объектов. Она приталкивает Землю к Солнцу. Это сила в том числе. А поскольку две силы, обе они единицы на Р-квадрат, то результирующая сила единица на Р-квадрат. И мы это визуально никак не можем. Никак не можем отличить, но вот оно приталкивает. То есть если там где-то далеко-далеко вот эти вот объекты начнут друг от друга удаляться, ну, например, Альфа Центавра, она где-то тут одна из ближайших к нам звезд, она перемещается. И, значит, это должно влиять на параметры орбиты Земли? Вот все вселенские процессы влияют на все параметры. Да, да, да. Ну вот, например, ближе всего, раз они обратно в профессиональный квадрат, то ближе всего у нас Альфа Центавра находится, да? И она должна нас, если мы в сторону Альфа Центавры находятся наши орбиты, она будет вытягиваться, то есть, наоборот, приплющиваться, а в другую сторону вытягиваться. У вас представление маленькое, извиняюсь за выражение, да, 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 извиняюсь, ничего страшного. Некорректное. Дело в чем, сейчас объясню ситуацию. Дело в чем, поскольку на мыслительном уровне много поколений ученых просто по умолчанию выбрасывали эти все взаимодействия внешних тел, вы о них за свою карьеру, я так понимаю, первый раз слышите, то, естественно, никакого навыка по работе с этими материалами нет. А смысл заключается в следующем, что тела в космосе, в дальнем, ближнем, они могут быть расположены хаотично, либо в рамках силового равновесия. Так вот, силовое равновесие получается только по одной версии, по Ломоносовской. А по Ломоносовской у нас происходит моментальный обвал схлопывания системы в один большой коллапс. И обрушение тела падает на другую. Решает схлопнуться как раз движение, потому что есть закон сохранения момента импульса по Ньютону. И вот, значит, они не падают никак друг на дружку, потому что чем ближе они, тем больше это самое отталкивание. Ну, как бы, сила. Очень много десятилетий наивные ученые именно так и думали. А потом появился кто-то нудный и такой подробный. Кстати говоря, вас очевидно поддержал рецензент вашей статьи. Он из какого был института, неизвестно? Вот. Так вот, я закончу мысль, пожалуйста. Ну, понятно, да, заканчивайте. А потом про рецензента скажете, да? Хорошо. Давайте, слушаем вас. Так вот, равновесие невозможно на силах притяжения в принципе. Ни одна планетарная система на силах притяжения двигаться не может. Она опаливается. Ну, тем не менее, классическая механика утверждает противоположное. Вот. Но она не рассчитывает это равновесие. Она пропускает. Нет, механика говорит так, что при в системе, где между телами действуют только силы, обратно профессиональный квадрату расстояние, статическое равновесие невозможно. А вот в движении она может сохранять какую-то... Если посчитать в движении, получится превращение силы, направленное на вывод тела из равновесия. Вот Луна бы на прямом притяжении никогда на орбите не держалась. Потому что берем разницу сил, считаем и смотрим. Луна улетает, либо падает на Землю. Но мы считали всегда, и получалось, что надеялись, что появится. Нет, 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 нет. Считали ускорение. Ускорение. Ускорение, чтобы нападение, ускорение центробежное, и все друг другу компенсировало. Нет, 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 нет. Ну как, не, 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 когда абсолютно, да. Да, да, да. Полная безграмотная наивность. Вот поэтому... Полная безграмотная наивность парализовала всю механику современности, до наших дней. Один только Ломоносов, ваши рецензенты, и вы и другой точки зрения придерживаются. Эти материалы подробно в течение десятилетия проверяли все, кто мог. В открытом доступе в интернете были большие дебаты. Вы можете с этим ознакомиться. А кто в дебатах участвовал? Зубинки сломали. Мы об этом отдельно поговорим. Сейчас я закончу музыку. Так вот, равновесие Луны невозможно, потому что в системе возникает при единичном смещении силы, направленные на вывод. Это вот идет тело по круговой орбите, Луна такая вокруг Земли идет по круговой орбите, и пушинка падает на Луну, и все. И она, сила нарастает на выброс Луны за грамки системы. Какая сила нарастает на выброс Луны-то? Ну, пожалуйста, все формулы предъявлены. Я не помню, какая сила нарастает на выброс Луны? Разница между центробежной и центростремительной. Между гравитационной и... Ну, когда пушинка упала на Луну, соответственно, она внесла свой вклад и в гравитационную силу. Никуда не денешься. Вы слышали, что я говорю? Да я слышал, что вы говорили. Разница. Вы говорите, запрещают вас переспрашивать. Понятное дело, что вы что хотите, вы говорите. Но тело не может находиться в равновесии. А для тех, кто... Это без основательного утверждения. Это доказанное научными фактами утверждения, с теми вычислениями, формулами графика. Ну, я их не видел, этих формул. Вот вы просто в это не верите. Когда шла дискуссия, кто с вами диспутировал, что проиграл-то? А в учебнике на этот счет написана одна большая фальсификация. Она называется переход потенциальной энергии в кинетическую. Вот это фальсификация. Равновесие описали переходом потенциальной энергии в кинетическую. Посмотрим, что заключается в том, что равновесие – это не равенство энергии, не равенство капусты или бубликов. Это равенство сил. И считать надо силы. Так вот, силы для равновесия посчитаны. И там показано, что нету никакого равенства сил. Есть именно превращение тела. Только вы не считали это все, все эти законы всемирного тяготения вполне себе работают в рамках солнечной системы, в рамках звездной динамики. Все работает и работает. Только у Катющика это почему-то не работает. Может, Катющик неправильно считает? Оно работает через ускорение свободного падения. А вы не знаете, ускорение свободного падения получено через прямое притяжение или приталкивание. Вы просто приняли на веру, что раз Ньютон сказал, мы веруем, что сказал Ньютон. То есть, если мы будем пользоваться ньютоновской механикой, мы не сможем правильно вычислять орбиты планеты, орбиты спутников. Я правильно вас понял? Вы можете вычислять формулу, она получается одна, и для приталкивания. Ах, вот как. Да, только у Ньютона есть минус в формуле. Без него яблоко на Землю не падает. Оно в космос дальний улетает. У нас есть... Но там, я поясню для публики МИН, там есть формула такая, Н, направление вдоль вот этой Р. Вот понимаете, если вы... Вектор Р делить на модуль Р, и тут минус стоит. Вот смотрите, если вы просто подошли к забору и умножили какую-то формулу на минус единицу, и не можете сказать научным языком, что это вы умножили на минус единицу эту формулу. На минус единицу мы умножили формулу, потому что там стоит радиус, радиус вектор, который направлен от одного гравитирующего тела к другому. А сила, да, противоположны этому вектору. Ну, все понятно, что это мы и знаем, проходили. Мы доучились в институте и знаем эту формулу. Дальше, продолжайте еще. Вы хотели еще про ваших рецензентов сказать, не скажете? Я сейчас закончу и скажу про рецензент. Давайте, заканчивайте. Ну, что, уже время пришло, вы уже наелись. Да нет, мы не наелись, просто слушаем вас, усиленно слушаем. Вот тогда слушайте, сидите, раз не наелись. Вы не верите вас перебивать, не верите вас спрашивать. Но, вообще-то говоря, такой формат есть у вас на вашем канале. Вы можете сами там лекции читать. А тут у нас именно общение, а вы от него уклоняетесь. Нет, нет. Это по ком, это в другой раз, это в следующей жизни. Вы не угодные для вас факты, пытайтесь заболтать. Я не заболтаю, я просто спрашиваю вас, а вы не можете ответить. Ваши слушатели, вы уводите в сторону разговор. Какую сторону? А с какого направления я увожу? Вам надо поболтать о чем угодно, но не по сути. Ну, понятно. По сути, что скажете? По сути, вы спросили про строение Вселенной. Я вам рассказал. Нет, я вас спросил сначала про перемещение центра. Вектор перемещения центра масс. Я вас спросил про него, за какое время перемещение. Какой системе. Вы ведь отстаньте, вы ничего не понимаете, вы заболтываете. В какой системе отчета у нас скорость света постоянная? Я пытаюсь объяснить физически. Вы пытаетесь объяснить. В системе центра масс, понятно. Экспериментально это как правильно? Я вам рассказываю, почему это происходит. Почему именно в этой системе средняя скорость света постоянная? Я пытаюсь это дорассказать. Это я понял. Как это проверить? Вот, например, движется навстречу друг другу две планеты. Марс и Земля. У них, например, уменьшается расстояние. Или движется к Земле спутник. Он движется к Земле. И, соответственно, скорость прихода сигнала будет меньше, чем если он удаляется. Я правильно понял? А частота при этом меняться не будет. Я правильно понял? Я продолжу? Или мне перейдут? Нет, вот на мой вопрос вы можете ответить. Вот Земля. Вот спутник. Он движется к Земле. Передает сигнал. Сигнал придет быстрее, чем если он уходит назад. И частота у него меняется или не меняется? Эффект Допплера существует или не существует? Все, все, все. Поговорим это отдельной темой. Отдельная тема. То есть эффект Допплера сейчас вы объяснить не можете. Вы прыгаете с помощью. Вы забалтываете. Вы прыгаете с помощью. Я не забалтываю. Я вас спрашиваю, как экспериментально проверить. То, что скорость света зависит от той системы, которую вы меряете. Вот вам предлагают способ. Спутник. Передает сигнал. Мы начали обсуждать скорость света. В какой системе отчет она постоянно. Как проверить. Я вам говорю. Сейчас я расскажу физические основания. Почему именно. Мы вам верим. Вы теоретик. Вы в рецензируемом журнале статьи печатаете. Как проверить то, что скорость света в любой системе постоянно. Вот я вам предложил эксперимент. Дайте я закончу. Я расскажу, почему. Заканчивайте побыстрее только. А то я уже сбился с вашего пути. Да вы на него не вставали. Хочу проверить. Как проверить то, что скорость света в разных системах разная. Итого. Вот есть представление наивных ученых. О том, что тела по космосу летают просто так, как им заблагорассудилось. И есть второе соображение, что тела по космосу перемещаются в рамках силового равновесия. Если взять эту систему и проверить просто на уровне модели. А кто из ученых говорит, что тела движутся, как им заблагорассудится. Что серьезные есть такие? Да. Это кто же так говорил, что тела движутся, как хотят. Все говорят, что тела движутся в силу того, какие на них силы действуют. Уж вы что-то вешаете на науку. Вы ей непонятно что. Скажите, пожалуйста, мы будем обсуждать тему, как проверить скорость света в разных системах одинаково или нет? Можете это обсудить? Мы это в другой разговор, в другую тему. А сейчас не хотите? Сейчас мы, я продолжаю рассказывать. Мы хотели говорить, что скорость света только в одной системе постоянно, а в других она меняется. Вы это подтверждаете? Да. Я рассказываю. Если, например, к Земле движется... спутник и передает сигнал. Этот сигнал к нам идет быстрее, чем скорость света. Понимаете, в чем дело? Нет, да или нет, вот просто ответьте. Вы меня этими своими дырявыми капканами не ловите. Да я не ловлю капкана, я просто хочу понять. Он быстрее движется в скорости? Вот и сядьте, но понимайте сам собой. Если вы хотите беседовать со мной, давайте я закончу мысль предыдущую. Так вы ее когда закончите? Вам долго еще ее заканчивать? Ну, вы не хотите беседовать, давайте закончим на сегодня. Ну, давайте закончим. Хорошо, спасибо публике.